В эфире новостная программа «Москва-Баку сегодня». Коротко о главных событиях этого дня. Сегодня глава европейской дипломатии Федерико Магирини сделала заявление о важности итогов переговоров президента Азербайджана Эльхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене 29 марта по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Евросоюз с нетерпением ждет реализации Венского соглашения о разработке гуманитарных мероприятий, а также подготовке населения к миру, о чем говорилось 16 января 2019 года в Париже на встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Евросоюз готов содействовать этим усилиям. Также приверженность Армении и Азербайджана к укреплению режима прекращения огня сегодня приветствовал и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Мирослав Лайчик. Цитата «Мы по-прежнему позитивно оцениваем и полностью поддерживаем этот процесс и приверженность лидеров укрепления режима прекращения огня и принятию мер в гуманитарной сфере», сказал Лайчик. Ранее первую официальную встречу лидеров Азербайджана и Армении в Вене положительно оценил Генсия Коан Антонио Гутерриш, отметив, что рассчитывает на дальнейшие шаги по активизации успешных переговоров. Напомним, 29 марта в Вене состоялись первые официальные переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. После переговоров Ильхам Алиев заявил, встреча важна тем, что дан старт переговорному процессу по сути вопроса. Также президент подчеркнул, что формат переговоров остался неизменным. Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер в разговоре с Пашиняном подтвердил готовность Москвы оказывать содействие Карабахскому урегулированию, говорится в сообщении Кремля. Цитата. Пашинян проинформировал об итогах прошедшей 29 марта в Вене встречи с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым по Нагорно-Карабахской проблематике и выразил благодарность российской стороне за весомую посредническую роль в переговорном процессе, говорится в сообщении Кремля. Путин подтвердил готовность России и далее оказывать содействие в поиске развязок по ключевым аспектам урегулирования в том числе по линии Минской группы ОБСЕ. Сегодня в Азербайджане в среднем на 100% повышаются социальные пособия по 14 категориям, а также президентские пенсии по 7 категориям. Кроме того, учреждаются новые президентские пенсии по двум категориям. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева увеличены социальные пенсии по возрасту, социальные пособия по инвалидности в зависимости от категории инвалидности, пособия детям военнослужащих, срочные действительные военные службы, пенсии участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, работавшим во время блокады города Ленинград в период Второй мировой войны. Вместе с тем и в России с 1 апреля увеличиваются социальные пенсии. Они возрастут на 2%. Накануне в азербайджанском Шамкире стартовал супер-турнир Шамкир Чес 2019, посвященный памяти известного шахматиста-гроссмейстера Вугара Гашимова. Борьбу на супер-турнире ведут 10 сильнейших гроссмейстеров мира, занимающих самые высокие места в рейтинге Фиде. В их числе норвежец Магнус Карлсон, азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедьяров и Теймур Раджабов, россиянин Сергей Корякин. Фаворитом турнира считается действующий чемпион мира Магнус Карлсон, занимающий первое место в рейтинге Фиде. Шамкир Чес 2019 состоит из 9 туров и завершится 9 апреля. Напомним, что Вугар Гашимов, азербайджанский гроссмейстер, победитель международных турниров и чемпион Европы 2009 года в составе сборной Азербайджана, был известен как особо сильный шахматист по блицу. Он скачался в возрасте 27 лет после тяжелой болезни. Это была новостная картина сегодняшнего дня. Еще больше информации на портале москва-баку.ру. Добрых вам новостей!